доброе утро 18 сентября всем подписчикам и гостям канала я на пятнадцатом фривее проезжаю грит фалс это город в котором я загрузился тут я переночевал вчера остановился еду на сиэтл пригород сиэтла обор в штате вашингтон времени у меня сегодня всего 9 часов 10 минут равен и цикл такое же время в общем доехать не получится сегодня хотя выгрузка на 7 часов вечера не знаю как будем решать там диспетчером с брокером но похоже придется выгружаться завтра если они перенесут опой ну вот как то так пока едем сейчас будем сворачивать 15 фривее на восемьдесят девятый хайвей на север а с него уже повернем на двухсотый хайвей на запад и по нему уже доедем до 90 фривея ну как то вот так вот такой план будем смотреть как будет получаться я конечно расстроен тем что мне не удастся сегодня доехать выгрузиться я рассчитывал пятницу быть сакраменто но чё-то не похоже на планировали блин а вот наш выход на восемьдесят девятый норд и двухсотый west на мизула такая погодка у нас сегодня солнечно ветра особо нет но ночью было холодно мне пришлось прогревать двигатель допить печку подержать согреться до утра как-то какой-то родишка слева ну да через милю свернем вот сюда обычная дорога подожди еще ж не стали ну вот вот теперь уже и так и поехали сразу ограничение скорости какой-то населенный пункт подожди продолжаем на УС-89 маленький трэкстопчик тут вернее заправка ну едем вот такой вот там что-то случилось населенный пункт ничего там не случилось это какое-то празднество там дети собрались несколько групп детей и вот сопровождает их полиция там стояла потом медицина пожарник ну в общем все вот такое вот так вот заботиться о детворе тут да вообще наверное обо всем ну поехали траком спидлимит 60 будем соблюдать ну примерно ну вот мы стали на двухсотый хайвэй восемьдесят девятый плавно перешел в двухсотый ну и едем населенный пункт скорость пятьдесят населенный пункт скорость пятьдесят сан-ривер называется ну вот и речка так же с таким же названием так бар есть кока-кола продается салон ну в общем все дела тоже стрит мейн стрит ну как обычно да кафе было это тоже тут вообще все брошено ну покатились все закончилось не впервые на этой дороге ну никаких отличий все такое же как и везде дорога надо сказать неплохая получше чем фривэй в некоторых штатах разрешенная скорость для траков 60 Валентин помни вообще-то 137 миль до 90 фривэя будем ехать вот такая вот картинка ну красота дорога пустынная никто тут не ездит вот такая вот эта вот прусть куда-то непонятно едем вот такая красота тут но очень холмистая местность вверх-вниз 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 все время engine brake тормоз потом газ на 10-ой передаче вон кто-то не доехал со 100 небесного вот педамы он поехал прямо а надо было вправо дорога покрученная в общем не очень тут вот это встретил уже второго трака еще ни одного не догнал теперь наверх кто-то не доехал кто-то не доехал кто-то не доехал но еще кто-то не приехал домой кто-то не доехал кто-то не доехал честно говоря было не до съемок и даже не знал доеду я сюда или нет очень тяжелая дорога горы покручена вверх-вниз в общем петля и так змея крутые уклоны подъемы ну как-то так а сейчас это уже по ровному едем впереди там у меня выперлись три оверсайза их не объехать не обогнать ну в общем и вот это так и сунусь на такой скорости вот такие тут красоты как будто вату выстелили по горке красиво 39 миль до 90 фривэя там на той горной дорожке что я проезжал крестиков стояло не сосчитать ну да кому-то не повезло мы пока едем так ну еще часа три до перерыва остановлюсь буду думать что дальше делать поговорил с диспетчером он говорит если сегодня не выгрузишься то выгружаться будешь аж в понедельник то есть стоять не 4 дня вот так вот а потом еще домой 3 дня в общем подстава самая натуральная нафига нафига было брать этот груз непонятно знаю что у меня времени нет нафига доллар правит миром и людьми все стало пасмурно солнышко спряталось ну и вообще хмарь на душе остановили проверили все документы всё окей Проверили лагбук и нахлобучили за использование езды в личных целях 4 часа больше даже на 200 по-моему 85 долларов или 295 долларов. Ну и естественно и нарушение на компанию. Вот там в той папочке лежит, я восстановлюсь сейчас, сказали у меня есть еще 2 часа времени на езду и спать на 10 часов, если хочу дальше ехать легально. Ну, вот так вот. А я говорил, нельзя так ехать, у меня было только 3 часа времени и все. Мне сказали, езжай, все там нормально. Ну вот и нормально. Так, ну едем. В общем, сейчас доеду до тракстопа. До тракстопа мне где-то 25 миль. И буду вставать, спать день и ночь. В общем, спать. Вот это такие люди тут живут. Нравится. Чистый воздух, никаких забот, работы, наверное, нет. Так, едем. Дорога очень тяжелая, конечно, вот эта 200-я. Вон, кто-то не доехал. Продолжаем движение. Так, ребята, остановился я на тракстопе. Тут у меня сосед Свифт. Свифт у меня тут сосед. Так и вот. Результат показываю. Значит. Значит, такое вот вчера произошло. А произошло следующее. Вот моя езда. Вот это, видите, вот это вот зелененькое. Вот тут 2 часа 7 минут. И 1 час 56 минут. Ну, короче, больше 4 минут, больше 4 часов я проехал на Personal Convention. Как оказалось, делать этого нельзя. И результат вот этого нарушения... Я, например, не считаю, что это нарушение. У меня ничего красного нету. У меня все в зеленом. И еще даже тут все у меня, типа, 5 часов на драйвинг. 8 до шифта, 8 до брейка. Но! Результат проверки вот такой показывает. Это вот это вот первое. Что написали. А так. False reporter driver's record of duty status. False log 1. Ха-ха. Ну, это пойдет на компанию. Violation. А вот это результат проверки. Он вот такой. 285 долларов штраф. Ну... Как сопротивляться, там, брыкаться, я не знаю. Но я пытался, там, что-то им доказать, что я не виноват. И тут у меня все законы. Но не смог. Придется таки, наверное, заплатить. А может быть и нет. Так как... Компания меня заставила ехать на том статусе. А я сопротивлялся, то платить, наверное, я не буду. Вот такой вот я нарушитель. Сказал, а не, парень. Ты не вздумай ехать. Вот эти вот 4 часа, которые ты вчера проехал. Сегодняшнего времени, которое у тебя там... Типа было 9 часов, и я проехал... А сколько я проехал? Ну, 3 часа я проехал. Значит, откинь эти 3 часа. Остается у тебя 6 часов. И 6 часов откинь 2 часа, которые ты вчера проехал. У тебя на сегодня всего 2 часа. Иначе ты попадешь так, что вообще мало не покажется. Ну, я остановился на тракстопе и решил не испытывать судьбу. Лучше я лягу, да посплю. Америка подождет ту... Тут рубашку разорвал. Вот это на рубаху не могу себе заработать. Я тут на этой работе. Так вот. Я крупу везу, ребята, какую-то. Не знаю, то ли гречку они не едят. Что там за группа бехера? Не знаю. В общем, что-то там такое. Подождут. Наверное, или завтра, или послезавтра буду выгружаться. Скорее всего, стану на отстой. 34 часа тут просплю. И тогда буду вообще легальный, законный. И ездить сколько хочу. Вот так хотел пятницу быть дома. Ничего с этого не выйдет. Наверное, буду аж на следующей неделе в среду. Примерно так. На этом у меня все, ребята. Всем пока. Вы там в комментах только сильно не издевайтесь. Мне и так тут не весело. Ну все. Я надеюсь, что как-то увидимся еще. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok